Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 14 мая, в сибирские регионы. Я вот показывала свою теплицу. И вот тут я специально оставила высокорослый двухметровый томат. Один в один стебель в куст, а другой в два стебля. И сейчас я вам расскажу и покажу для тех, кто живет в холодных регионах, у кого короткое лето, даже если не в теплице, а на улице, зачем я формирую вот эти высокорослые томаты в два стебля. Хотя везде написано, рекомендуется, что их формировать лучше в один стебель. Но в один стебель нам надо, ну как, 7 или 8, например, в теплице кистей. Вот я оставила в один стебель, сейчас вам покажу. Вот первая кисть завязалась, вторая кисть завязалась, третья кисть цветет. Оба куста одинакового роста, высоты. Вот с одним стеблем мы разобрались. Там, где я веду в два стебля, то же самое. Вот смотрите, первая кисть завязалась, вот она. Это на основном стволе. На пасынке, на уровне первой кисти, еще одна кисть. Это уже вторая. Вот она, вторая. Третья зацветает. Четвертая, вот она. И пятая, вот она. И вот смотрите, получается, что на двух кустах одинакового роста, на одном, который в один стебель, у нас всего три кисти, а на втором уже пять. Это значит, семь кистей у того, у кого два ствола, мы получим вот сантиметров через двадцать. То есть он даже не дорастет... Как? Подождите, я отойду подальше, чтобы вам видно было. Несмотря на то, что он высокорослый, двухметровый, он даже не дорастет до крыши. Вот где кончится вот этот вот колышек, там примерно уже будет шестая и седьмая кисть. Вот тем, что я формирую вот такие двухметровые великаны в два ствола или в два стебля, этим я укорачиваю их и облегчаю себе, ну как, жизнь, труд. Вот тут, смотрите, если у нас одна кисть, вторая кисть, третья, представьте, как долго до седьмой кисти потом будет четвертая, пятая, шестая, седьмая, уже потолок. Если до семи кистей вести в один ствол, она упрется в потолок, а вот это вот семь кистей мне даст уже, ну, даже не дорастя вот до этой перекладины. Вот именно поэтому, еще по времени, конечно. Вот вы видите, как в один и тот же день, сегодня, 14 мая, у этого ствола, который в один ствол у куста, три кисти, а здесь уже пять. Это значит, что мы, ведя в два ствола, ускоряем плодоношение. Она вот поскорее зацвела, она, конечно, быстрее вот этого сформирует все свои семь кистей и, возможно, быстрее поспеет. Возможно, все мы их сможем на кусту, ну, чтобы они вызрели на кусту. А вот эта вот, которая седьмая кисть будет, я не знаю, где она там будет и в какой период. Ну, вот я делаю так, я даже те, которые написано, что нужно формировать в один стебель, я все-таки второй оставляю, можно его после второй кисти прищепнуть. Тогда будет здесь две кисти, а на основном четыре. Все равно это растение будет короче. Все знают, что с двухметровыми гигантами очень тяжело бороться. Вот сейчас, вот явный пример. На одном стволе три, а на двухствольном пять кистей уже. Все, до свидания. Продолжение следует...